В среду уже будет совершаться Мария Настоянина, вычитаться канон Андрея Критского. Но ведь канон Андрея Критского мы читали на первой седмице. Зачем мы его повторяем и как-то собеденяем эти два? Ну, а вот молитва «Господи помилуй» есть такая прекрасная, надо повторять подряд 40 раз. Так это что? Если я на первой седмице ел гречную кашу, кто мне запретит есть ее на третьей седмице? Что я должен? Если такое, ну, одно из самых лучших покаянных произведений церкви, почему? Я могу еще и дома почитать, так сказать. А тут специальная служба этому посвящена, и воспоминания о подвиге Марии Египетской как раз очень хорошо накладывается. И так как такой канон-то он один, конечно, у нас в церкви много канонов, но вот в такой развернутой форме покаяния со ссылками и на Священное Писание, и на Священное Писание Нового Завета, так же это только у Андрея Критского, и поэтому это, ну, как вот, церковный так шедевр. И так же вот и в музыке какие-то произведения часто мы можем слышать в концертных залах, а какие-то редко. Продолжение следует...